Я сейчас попробую на пальцах объяснить, почему Черчилль тоже до зрелых лет, при том, что он действительно не соблюдал здоровый образ жизни, и почему многие из ваших знакомых, вы по крайней мере слышите об этих ситуациях, что вот-вот Колька из соседнего подъезда, только 40, а его уже инсульт разбил, или вот этот человек умер в 50-летнем возрасте, занимался, не курил, не пил от инфаркта миокарда. Почему так? Может тогда вообще не заниматься физкультурой, курить, пить, что называется, есть, что хочу. Нет, это неверный подход. Я ратую не просто за здоровый образ жизни, а сейчас я объясню, почему это надо делать именно с точки зрения генетических аспектов. Дело в том, что каждый из нас является набором определенных генов, и практически все детерминировано деятельностью нашего, скажем так, генетического портрета. Цвет глаз, волос, наш рост, наш темперамент, особенности поведения, они дарованы нам от родителей, обусловлены генетически. И здесь очень важный момент, что и ряд заболеваний генетически обусловлен. Причем ряд заболеваний генетически обусловлен настолько, что один ген формирует одну болезнь. Даже есть такой термин, был, по крайней мере, такой термин в генетике. Один ген, одна болезнь. То есть, другими словами, покажем, вот этот ген, он приводит в действие механизмы в нашем организме, который вызывает, например, спинальную мышечную атрофию. Это очень тяжелое заболевание, и о нем много говорят и в нашей стране. Вот посмотрите, пожалуйста, на фотографию такого пациента, который с рождения, подчеркну, имеет вот эту генетическую поломку, которая вызвала к жизни страшные симптомы, не позволяющие нашему пациенту двигаться и жить нормально. Но вся штука в том, что распространенность вот такого варианта один ген, одна болезнь, она невелика. Она может составлять, например, одно заболевание на 100 тысяч населения, одно заболевание на миллион. И не случайно, например, для спинальной мышечной атрофии сейчас разработаны препараты, которые помогают пациентам именно на генетическом уровне, они страшно дороги. А большая часть болезней, они не моногенные, они полигенные, мультигенные. И я попробую сейчас тоже на пальцах объяснить, в чем дело. Вот каждый из нас, я уже сказал, это набор генов, да, гены могут быть активны, вот видите, разные кружочки я рисую. Но не вызывают они сразу болезнь. Представьте себе, что в подвале вашего организма, назовем вот так, в неком подвале, спят злые гены, нехорошие гены. Гены артериальной гипертензии, гены гиперхолестерина и повышенного уровня холестерина, плохой работы поджелудочной железы. Вот так в кавычках назовем. Простейшим. Но вот на пальцах показывают. Вот они спят в своих дощаток, кроватках, такие злые гены. И вдруг потолок этого подвала обрушивается на эти плохие гены. Они просыпаются и начинают активно включаться в работу. Сейчас генетики в меня кинут камнями, забьют палками. Но я сейчас хочу на пальцах показать, что это такое. И действительно, в этой ситуации гены, множество генов, начинает включаться и входить в взаимодействие с разными факторами. А их много. Это вредные привычки, низкая физическая активность, лишний вес, переедание, низкая социальная активность и многое другое. Никто из нас не знает, каким набором генов он обладает в полной мере. Не все вы имеете генетические портреты, не все проводили генотипическое типирование, совсем не все, мягко так скажем. И поэтому у меня к вам вопрос, а стоит ли нам рисковать, уповая на то, что наши родители или мы сами по себе имеем такой хороший набор генов, и они нам не дадут свалиться в какую-то серьезную патологию. Не будет у нас инсульта, инфаркта, диабета и прочее. Не надо на это надеяться. Надо держать свою судьбу в своих руках. Так как мы не знаем свой генетический портрет в полной мере, какими генами мы награждены, то в этой ситуации стоит прислушаться к мнению специалистов и следить за своим весом. И понимать, что и когда ты ешь. Физическая активность должна быть адекватная, социальная активность, когнитивная деятельность. Вот недавний еще один пример. Мы сделали на YouTube-канале ролик, посвященный деменции. Я в качестве примера привел пример Брюса Уиллиса. И тут посыпалось, что вы говорите. Вы говорите о деменции и что к деменции приводят факторы социального одиночества, депрессия, низкая физическая активность, когнитивная активность низкая. А типа Брюс Уиллис, он всем этим обладал, он актер, он классно выглядел, он играл разные роли и его деменция не пощадила. Так вот, к сожалению, уважаемые зрители, я могу сказать, что в его генотипе, выдающегося американского актера, к сожалению, был ген, который детерминировал развитие тяжелейшей деменции, тяжелейшей деменции. Равно как и болезнь Альцгеймера, а у Уиллиса не болезнь Альцгеймера, у него другой по тип деменции. Эти заболевания детерминированы, определены на генетическом уровне и вылезают они с течением времени, несмотря на то, что человек был социально активный, следил за весом, заучивал роли, большие тексты, писал диссертации и прочее. Такова жизнь. Недавно на крупном неврологическом конгрессе в Хельсинки говорилось очень много о биомаркерах, ранних биомаркерах болезни Альцгеймера. На чем это основана, эта диагностика? На том, что сейчас существуют определенные биомаркеры, которые могут определить те гены, которые ведут к поломке, к развитию нейродегенеративного процесса, и на сегодняшний день сделан большой шаг вперед, что можно предсказать развитие этого заболевания за несколько лет до клинических проявлений. Это другой вопрос. Нужно человеку это или не нужно? Но считается, что все-таки мы сейчас подходим к вопросу, когда ранняя диагностика поможет с ранним лечением. И раннее лечение, подходы к нему тоже ведутся, потому что мы все знаем, что, например, болезнь Альцгеймера мы пока вылечить не можем. Но разработки в этом направлении идут. Но теперь возьмем более распространенную патологию. Мигрень. Представьте себе, что ваш папа или мама страдали мигренью. Вы об этом знаете. И логично предположить, что, возможно, у вас тоже будет мигрень. Но так бывает, что люди, у которых родители, бабушка, дедушка страдали мигренью, почему-то мигрень, если испытывают, то довольно редко. А другой человек не с такой нагрузкой в наследственности, с генетической нагрузкой в анамнезе, как мы говорим, по генеалогическому древу, когда у него один кто-то из родственников встал в мигренью, он мучается от мигрени чуть ли не каждый день. Почему? Есть факторы внешней среды. Мы всегда говорим, кстати, у нас есть ролик на эту тему по мигрени, что факторы внешней среды очень важны для развития мигрени, мигренного приступа, триггера мигрени. И если вы, даже имея хорошую наследственность, будете плевать на себя, не спать, пропускать завтрак, обед и наедаться на ужин, вечером пить пиво, и вы будете вставать с такой головой, тогда получите хроническую мигрень. Вот этот вариант. Другой момент. Ваш папа, ваш дедушка, ваша бабушка страдали от боли в спине. Они вам говорили, рассказывали, что мучились несказанно от грыжи диска. Вы скажете, у меня наверняка тоже будет грыжа диска, вы можете махнуть на себя рукой, а можете сделать так, что будете заниматься своей спиной, формировать мышечный корсет, укреплять его, избегать неадекватных нефизиологических положений, сохранить гибкость, выполнять йогу каждое утро. И тогда боли не наступит, не будет грыжа диска. Вот вам другой пример. Наконец, самый важный пример, который я хотел бы привести, и вспоминая лекцию на нашем ютуб-канале. Там более полтора миллиона просмотров. И это один из моментов, который показывает актуальность проблемы. Но актуальность не в том, сколько просмотров у кого-то там, а в том, что из-за инсульта в Российской Федерации умирает огромное количество людей. Почти полмиллиона россиян в год переносят нарушение мозгового кровообращения. Треть из них умирает сразу. То есть порядка 150 тысяч человек в год в нашей стране уходят в мир иной из-за инсульта. Так вот это классическое полигенное заболевание. Генетический портрет может быть. Может быть не очень сильные крепкие сосуды, так скажем, в кавычках. Может быть склонность к артериальной гипертензии. Но если вы будете курить, не следить за весом, за физической активностью и не следить за артериальной гипертензией, то вы можете получить инсульт с высокой долей вероятности. Я сейчас перечислил пять модифицируемых факторов риска инсульта, то есть это факторы, на которые вы можете повлиять. Поэтому генетикой генетикой, но давайте будем все-таки уповать на то, что каждый из нас не должен совершать ошибки, пусть эти ошибки совершит кто-то другой. Это сказал Уинстон Черчилль. Поэтому берегите, пожалуйста, свое здоровье, следите за внешними факторами среды, верь в генетику, а сам не плашай. Будьте здоровы, всего вам хорошего.